Музыка Ну что, ребята, вот мы уже с вами в Москве Видите, неприятный такой сюрприз Самолет не подъехал к аэропорту И нам пешочком до автобусика Вот мы идем, идем Такие холодно Поэтому теплую одежду с собой обязательно Нужно брать Холодно, Володь? Нет, прекрасно Морж ты наш Я скучал Проталкивай Володь, ну как полет прошел? Как спалось? Вообще прекрасно Отдохнул? Чего не помню, как оно было Просто тумблер выключился И включился И включился Можно было даже не вставать, походить Но мы же размялись Добавляем свое тело Все спали Большинство спалок Ночью обычно так бывает У нас в правильном режиме Как дети Так, кильки в банке Мы едем Вот одна килька А вон там наши еще кильки стоят Ну вот мы Приехали Поднимаемся Так Трансфер Выдача багажа Нам, наверное, на трансфер Так как мы летим на Минск У нас, по идее Как нам в Индии говорили Нам багаж не будут выдавать А он сразу полетит туда Они сами перекинут его И, судя по всему, досмотр Таможенный Пограничный Будет именно в Беларуси Происходить Ну сейчас мы узнаем Надо ли нам выходить Вообще Из зоны прилета Проходить еще раз Досмотр Какие-то вещи Все покажу Все расскажу У нас тут еще неприятная вещь Случилась С нашим коллегой Его багаж Сняли с рейса Потому что у него там Что-то было подозрительное И мне понравилось Сказали отправить Следующим рейсом Поэтому, ребят Вы Вот то, что говорят Там нельзя с собой На борт В багаж Сдавать Там кокос Аккумулятор И что там еще было Володя То так и надо делать Потому что Иначе вы рискуете То, что ваш багаж Не улетит Вот здесь мы Поднялись Уточнили, куда нам идти Нам сказали Нам не выходить Из зала А идти вот туда В ту сторону Там у нас пересадка А вот наш Бедолага Дима Который с багажом Пролетел Там же Где транзитная зона Куда идти Значит Всю информацию О пересадке Таких Вот когда вы транзитом Идете Можно на сайте Авиаперевозчика Посмотреть Нам Милый Молодой человек Чуть ли нас не послав Нахер Сказал Говорит Ребята Посмотрите на сайте Сами Как бы Говорит А может вы нам скажете Он говорит Так не хотя Знаете Ладно скажу И сказал Что мы сейчас проходим Пограничный контроль Выходим И потом заходим Проходим еще раз Пограничный контроль Но единственное Что багаж мы не получаем Багаж мы будем получать Уже На В Минске По прилету А вот коллега Дима наш У которого багаж сняли А я тебе говорил Кокосы не ложи туда А ты кокосы Кокосы Он будет сейчас выходить Выходить и уточнять Там уже в аэропорту Прилетел его багаж Не прилетел И как ему дальше действовать Он расскажет А я потом вам расскажу Ну вот видите Мы проходим Паспортный контроль Вот ребята стоят там А так как мы идем Транзитом Ну нам сюда Вот почему-то надо Все прошел Паспортный контроль Сейчас иду Проходить опять Паспортный контроль Чтобы попасть В зону вылета Уже судя по всему Ну а Дима Надо будет спускаться В зону получения багажа И там уточнять вопрос Дима меня дождался Нам видите там указатель Внутренние вылеты Не видно? Вон там Видите внутренние вылеты Вот на эскалаторе мы Вот видите заново опять Ага Ура Дьютифри Ребят Нормальный Дьютифри Тут можно что-то купить даже Это вам не индийский Которым цены В три раза выше Чем в обычном Мне кажется Они в Москве покупают И у себя в Индии продают В два раза дороже Наш Сусанин Андрей Нас ведет Ломанул куда-то вперед Нам надо в терминал Д Сейчас Почапаем туда У нас внутренний перелет Вылеты по России Вот есть информационное табло Находим наш рейс В восемнадцатом какой-то Ребят Оказывается надо выйти Через зеленую зону И потом подняться на третий этаж И опять проходить паспортный контроль Только что багаж мы не получаем Нам надо подняться на третий этаж Терминал Д Вот мы нашли лифт Поднимаемся на третий этаж Вот теперь нажимаем Вот И уже там Дальше действуем по обстановке Я вижу вам нужен гид еще в России В Белоруссии Ваш в Индии был А что у нас здесь Мы мне кажется Как в этом фильме такие Лоси Мне кажется Мы еще Мы путаемся Как дети Как котята слепые Туда-сюда Четыре мужика На самом деле знаешь что происходит На самом деле что происходит Просто каждый снимает себя Вообще Любую ответственность Пускай другую Я обещаю За это Возьмите мне Возьмите мне Азаров И скажите Куда идти Вот третий этаж Вылет Идем сюда У нас СУ Вот информационное табло Ну вон он Минводы Пишет Санкт-Петербург Алмата Сочи Ксмаршава Тбилиси Стамбул Я не вижу Нету нашего рейса Никуда мы не летим Сейчас пойдем В справочном Аэрофлот И у них спросим Куда нам идти Регистрация На серии Аэрофлот Начинается За 6 часов И закончится Соски Второй выход Это в центре зала Там будет Зеленый коридор Проходите Сквозь него Паспортный контроль И дальше Перестарываем Хорошо Спасибо Багаж мы в Минске Будем получать Да у нас Ну и с Дели Мы летим С этим Убедиться Нам два раза сказали Что в Минске Наклейка на другом билете У него У меня есть Что такое Да в Минске Попили кофе Дима для меня Открыл Новый напиток Это Как он называется Это кофе Латте 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 Там С удалением На первенство Латте С фисташечками Там еще что-то Короче Это было называется Итальянская фисташка Ням-нямки Рекомендую Очень вкусно Обалдеть Особенно хорошо Это делают Шереметьев В 5 часов утра После Пятичасового Перелета С детали Надо проходить Зеленую зону Вот эта Сейчас будут Паспорта Опять там Билеты Показывать Можно распечатать Билеты По коду Кер Ну вот Становимся в очередь Дожидаемся Своей Процедура проверки Паспорта Занял ровно Две секунды Он открыл его Посмотрел На наши билеты Что мы в Минск И С Богом Нас отпустил То есть Мы моментально Прошли Досмотр Ремешки Все с собой Снимаем Раздеваемся И выходим Мы с вами Дьюти фри Ну что Посмотрим Что здесь у нас Понравился Реми Мартин Ну ты не дурак Вот он Реми Мартин Вот 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 стойка Реми Мартин Ну смотри Начиная От 2000 От 2000 Начиная И выше 115 евро Ну дорогой Долларов 50 Где-то Так вот и покупал Примерно О Варшаву Посадка Самолет Ручился Через 70 Эй Эй Выход на посадку Изменил Пассажиры С детьми Пассажиры Из низкласса Здесь цены Здесь цены уже лучше Гораздо лучше Чем в Индии Ребят Ну как вы Дьюти фри Купили себе что-нибудь Море Да Ты не ругайся Ты что Ты потом кипит Тальше Нет Ребята Дьюти фри Здесь есть Но так у нас внутренний перелет Мы ничего купить не можем Это стандартно Да Д32 у нас Это стандартная практика Но здесь можно хитрить Можно найти какого-нибудь человека Который летит на международном рейсе Попросить его билет Короче Сделаем так Как В возрасте 16 лет покупали Чарли в магазине Просим кого-то купить вам Да То есть вы просите его билет Он показывает его Его сканируют Вы покупаете Все себе в багаж И все И спокойненько Летите Но это единственный вариант Потому что по-другому Вам не продадут По вашему билету Вы не сможете ничего купить Смотрите Здесь Сваровский Всякие Разные бренды Часы Очки И цены здесь В принципе Более приемлемые Чем в Индии В два раза Минимум в два А может и в три На какие-то позиции Если по спиртному смотреть Там например Бутылка Джимбима 50 евро Здесь Она стоит 15 Ну вот Разница Считайте Ну и точно так же Практически на все Тарелка маленькая Вот такая вот 15 долларов В Индии стоит В аэропорту Здесь Ну там Понятно что это будет Не индийская Московская какая-то Она будет там 5-10 долларов Стоит Но большая уже Выход на посадку 31.58 У нас 32 Следующий Через один Шереметьево Д Большой аэропорт Тоже Несколько терминалов Тут легко Потеряться Нужно Если Сомневаетесь Лучше спросите Подойдите В информационный центр Подойдите К сотрудникам аэропорта И уточните То что вас интересует Вам обязательно Подскажут Что вам делать Ну вот вам цены Для сравнения То что на акции У ребят Для сравнения Вам цены Ребята Заняли места В первом ряду С видом На посадочную Слава Ну что видно Что там Что там Слав Как там Еще не видно Мне не подан Еще Твой самолет Ребят Ну если Вам Звести фри Не дадут По билетам То как я вам говорил Можете сделать Следующим образом Мы так сделали Подойти к кому-то Из пассажиров Кто летит На международных рейсах Попросить их Паспорт и билет И купить На их паспорт и билет Как правило Люди идут навстречу Вот я купил там Тоже то что мне Необходимо было Мой коллега Тоже купил То что хотел То есть без проблем Ну единственное Что у меня тут чеков И лучше пакеты Порвать И закинуть просто в багаж Как будто бы вы купили В Индии Или откуда вы летите Если у вас транзитный перелет И вот смотрите Какая красота Здесь открывается Сколько самолетов Сидишь и втыкаешь А здесь видите Еще терминалы Е и Ф Переход Три минуты До Е И десять минут до Ф Если вам туда надо И там тоже Скорее всего Есть в Идюти Фри Можно прогуляться Посмотреть Здесь довольно таки Большой выбор Смотрите Красные позиции Оферы Где скидка есть какая-то Слава Куда мы решили прогуляться По дьютикам По дьютикам Нет Не по дьютикам По терминалам Мы в другой терминал Решили Сходить По селону Не улетит Решили Сходить Посмотреть Вот терминал Е Что здесь Вот смотрите Здесь должны быть Свои дьюти фри Свои магазины Какие-то Вот видите Да Вот они Новые Так что Не стесняйтесь Если вы не нашли То, что искали В своих терминалах Передвигайтесь сюда Видите Тут уже Виктория Секрет Есть Секрет Или Секрет Как тут правильно Секрет Еще один большой Дьютифри Например, у нас там парфюма не было Практически одно спиртное А вот тут уже Скорее всего Будет И Кстати В каждом Дьютифри Свои промо-позиции Смотрите Здесь уже другие Промо-позиции Которые можно В принципе Приобрести Здесь Бейлис Там еще Суксу По 16 евро 67 майот Другие Мягкие Игрушки Есть Смотри Я нашел Теслана Только у него Хобот отвалился Тоже сладости Вот смотрите Эти красными Обозначены Цены Которые По промо Идут Причем Цены здесь Могут быть Лучше Чем Там Где мы Были Или наоборот Хуже На какие-то Позиции Джек Дэниелс По 25 евро Нормально Идем дальше Посадка 3658 Терминал Е и Ф Тут еще Магазины Еще Дюйте 3 Дюйте Дюйте Продолжение следует... Большой, большой аэропорт, большой терминал. Хрюша, на отдыхе. Видите, здесь очень много кафе, только надо пройти. Не зацикливайтесь на вашем терминале, идите, смотрите, вы найдете все, что хотите. Сейчас они отстроили, раньше этого всего не было, еще там буквально 5 лет назад. Все как-то так поскромнее было, гораздо скромнее. В детскую зону даже сделали небольшую, поиграть. Молодцы. И вот он, большой еще один Дьюти Фрид. Ну что, мы нарнем? Слава хотел слоника купить, 43 евро стоит, маленький такой. А вот тут тоже за 5 евро, 500-ки. Вот, как я подписываю. Здесь уже большой, надо ходить, смотреть и искать то, что вам надо. Здесь и косметика, и сладости, и спиртное, и парфюм, и сигареты, и тарелки, и сувениры. Ну, все. Слава. Отбивать. Слава. 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 Слава, ну как тебе в Дютипре этот? Большой? Большой, дорогой. Большой, дорогой. Потеряться можно? Здесь большой Дютипре и выбор такой обуменный, я бы сказал. Ходите, смотрите, выбирайте. Это в терминале Е и Е получается, да, мы дошли сюда? Началась посадка, все же поднялись. Спокойненько. Не обязательно стоять в очереди, можно спокойно посидеть еще. По поводу нашего коллеги, у которого багаж сняли с рейса. Ребята смеются, что из-за кокосов в него сняли, потому что один из пунктов, почему нельзя в багаж кокосов, я не знаю, тут были нарисованы кокосы. Я думаю, потому что у них, может, температура горения очень высокая. Ему необходимо будет в Минске писать заявление, и тогда ему через какое-то время в багаж прилетит в аэропорт, надо будет его забрать, возможно, прилетит. Если он не прилетит, то там за каждый килограмм какую-то сумму возмещают. Подходите к девочкам, показываете ваш билет, показываете паспорт, они вас благополучно садят. От билета отрывают вот этот большой корешок, а маленький вам оставляют. Вот Гратник наш, который потерял багаж, собирается сидеть в Минске в аэропорту, пока ему не вернут, забастовку устраивать. Дим, не надо. Ну, хочешь, у НТ тебя вызовем? Я заставил службу безопасности Дели организовать все дело так, чтобы багаж к нему приехал. Домой доставка. У тебя, кстати, по-другому посмотри на ситуацию, тебе багаж доставят до дома. Может быть. Ну, ключевой момент здесь может быть. У тебя, надеюсь, там больше, чем на 400 долларов ничего не было в багаже? Нет, там 16 килограмм кокосов. Кокосов? Кокосовой стружки? Ну, чтобы сейчас последние патрижаны забрали. Все, сейчас работаем, сейчас идти перезвоним, да? Пробка. А это бизнес-класс. Второй подъедет раз. Закончились автобусы, ждем. Проверяют паспорт и билет. Низ-молесец в автобусе. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Здравствуйте. Низ-молесец в автобусе. Спасибо. Приятного аппетита. Мы опять будем на автобусе забираться, поэтому теплая одежда, не убирайте ее далеко, она вам понадобится. Вот наше такси. Занимается, ребята, согласно купленным билетам места. Мы постоянно на автобусе катаемся. А ты хотел индивидуальный транспорт, да? Да, блин, вышел. После 32 километров туда-сюда уже нужно пешком бегать по полосе. Ты сейчас договоришься, побежишь. Наш самолет, на котором мы полетим. Снимать здесь нельзя. Заходим на борт. Показываем. Хорошочек наш. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Идем до нашего места, 27F. Мы там всех шестером сидим. Там еще никого не должно быть. Еще такого у меня не было, чтобы я не смог багаж запихать. Так мы плотничко запичкали. У Сергея под ногами багаж, у меня под ногами багаж, у Кима под ногами, у Славы под ногами. О, смотрите. Все под ногами, все как это. У ребят там тоже, я смотрю, полный. Да вообще, вон, все забит. А, ты в этом смысле. Я могу Ханумана достать и тогда... Все отпустит, да? Место боюсь. Дим, но зато ты не потеряешь свой багаж. Тут же без вариантов. Да, без вариантов. Судя здесь, что попроще. Там у нас на рейсе была возможность посмотреть на экранах. Все, а тут люди и девочки сами показывают. Парк «Парк». Парк «Автис». Там прощая, что я here at the sea. У нас сегодня. Как и тепло. А у меня здесь простой, где можно увидеть. На реке «Автис». Парк «Автис». Безопасности застегнут, спинка кресла в вертикальном положении, столик убран. Желаем вам приятного полета. Ребята медитации ждут раннего завтрака, чая, кофе и бусербродов. Сейчас я покажу, что дают на рельсах между Минском и Москвой. Говори. Компании Аэропорс. Да. Ребята, ну что дают на завтрак? А, бутики, да, смотрите. Так как я ем мясо, мне повезло. Сергей не ест мясо. У меня два бутика. В прошлый раз эту фишку Андрей просек, сел с Сергеем рядом, поэтому получил бонус-пак. В этот раз я. Сейчас мне чая не хватило, принесу еще дополнительно. Как? Как оно? Возвращаемся? Вкусно. Слава, а ты как? Будешь есть мясо? Нет. Что, я запупался, что ли? Смотри, как красиво. Облака какие. Приземление, ребята. Приземление. Мягенько, понравилось? Как полет, Зим? Не забывайте, что личные вещи. Поверьте, команда кресел перед вами. Приземление. Обращаю ваше внимание, что первым выходом приглашается пассажиры бизнес-класса. Это не тряхануло. Серьте, когда не трясло просто. Когда трясет, ты там обделываешься. Когда скрывается полк. Ну вот мы и дома. Помочь, Сергей? Давай. Холодно ли тебе девица? Холодно ли тебе красная? Вкусные хитарки. Вкусные хитарки. Вкусные хитарки. Не цепляют уже, да? Вкусные шахлетника. Так, легкая, приятная, прогулка. Чпок. Сейчас у нас будет паспортный контроль, потом пограничный, таможенный. О, ага, вот так вот даже. Сразу же багаж на выход через зеленый коридор. Ну вот мы и в Минске. Андрей, ты как? Гуд. Гуд, гуд, гуд. Да, забыл русский язык. Сейчас забираем намат. Выходим и каждый по домам. И гречка с ящицей. Сергей, ты как? Я прекрасно. Я из Гуд. В Минск из Гуд. Вчера. В холодный только, да? В день холодный. Отлично. Друзья, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. С вами был Лосинок Евгений. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.